К празднованию Дня Независимости присоединились все регионы страны, областные центры, города и сёла. Ведь этот день важен для каждого белоруса. И несмотря на то, что День Независимости в Жабинке отчасти выдался ветреным и дождливым, погода никак не изменила плана всех тех, кто отдал дань памяти погибшим на войне героям. Традиционно 3 июля белорусский народ отдаёт дань памяти, уважения, героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе, подпольщиков и партизан. Всем тем, кто боролся за свободу и независимость нашей страны. Праздничные мероприятия, посвящённые этому важному событию, Дню Независимости Республики Беларусь, прошли в Жабинке у памятника на братской могиле советских воинов и партизан. День Независимости, этот праздник, он действительно вызывает, наверное, гордость. С одной стороны, что действительно мы, наши деды, наши прадеды выстояли в той ужасной войне. Ну и, конечно же, какая-то немножко грусть за то, что слишком дорогой ценой нам достался вот этот День Независимости. И, конечно, нам сегодня нужно делать всё для того, чтобы сохранить вот этот мир на нашей земле, чтобы был мир в нашей стране, был мир в семье, был мир в душе у каждого из нас. Нескончимым потоком люди шли поклониться героям Великой войны и возложить цветы к монументу. Это своего рода ритуал, которым неравнодушны белорусы показывают, что подвиг отцов и дедов не будет забыть никогда. Если существует память в семье, значит, будут помнить и потомки, и близкие тебя окружающие, потому что ты об этом говоришь не только дома, но, наверное, и на работе, и где-то, когда встречаешься с друзьями. Это память. Люди приходят сами на этот праздник, их никто не заставляет возложить и отдать память, возложить цветы и отдать память нашим погибшим воинам. Надо с маленького детей приучать к этой традиции, чтобы они знали и помнили, потому что уже очень мало ветеранов осталось. У нас в районе их только четверо осталось, поэтому на митинги они уже не приходят. И хотя бы, чтобы дети знали, что это за памятники, кому они посвящены, для кого наши деды и прадеды вот эту победу и независимость завоевывали. Сегодняшний день, сегодняшний праздник – это наша независимость, это наше доказательство того, что мы сегодня живы, что мы сегодня живем под нашим чистым мирным небом. Это наша жизнь, это наша свобода, это наше будущее, это все, что сегодня, вот в этот день мы сегодня сюда пришли, это мы сегодня доказательство еще того, что мы свободный народ, Что мы сегодня живем в свободной нашей Беломуси, что мы ее любим и мы ее никому не отдадим. Весь день 3 июля звучали слова благодарности от молодого поколения, а еще обещание сберечь ту страну, которую строили все вместе. И работать в этом направлении, направлении идеологическом, необходимо. По-современному так, чтобы слова затронули и сердце, и душу. Необходимо проводить комплекс мероприятий, комплекс каких-то идей, проводить в жизни, которые бы как раз-таки помогли сохранить эту память в дальнейшем. Потому что, безусловно, это важно. Часть белорусской истории, важная часть, концептуально важная часть, это как раз-таки память о Великой Отечественной войне. И на мой взгляд, что необходимо, это в первую очередь говорить с молодежью. Говорить с молодежью на ее языке. Это работа в социальных сетях, это работа каких-то молодежных диалоговых площадок, турслетов. То есть, это разноплановая, кропотливая работа по сохранению исторической памяти. Один из самых эмоциональных моментов – минута молчания. Все жители города-спутника склоняют головы у могил защитников Отечества. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова